В Лиссасибирске продолжается модернизация центральной городской библиотеки, когда учреждение откроет двери для посетителей. Дизайнерский проект, материалы все эксклюзивные, много стекла, керамики, индивидуальных каких-то вещей. Стараемся выполнить все в сроки качественные. 75 кошек и собак на передержке. Неравнодушные несейцы помогают брошенным животным. Людям хочу дать совет, чтобы не боялись подбирать котят и других животных, щенков с улиц. Потому что такие животные, они благодарнее, чем всякие там породистые. Ну и чтобы не выкидывали. Эстафеты на меткость, ловкость и реакцию. Воспитанники детских садов Шушенского района приняли участие в соревнованиях «Веселые старты». Сила, воля и стремление – это ловкость и женщины! Директор Центральной библиотечной системы Алия Мухамедзянова показывает начальнику отдела культуры Ангелины Стельмах то, какие работы уже удалось выполнить на новом объекте по адресу Горького, 28. В сентябре месяце строители зашли на объект. На сегодняшний день все идет согласно графику. Установлены все перегородки из гипсокартона. Они подводятся уже под покраску, то есть уже под финишную обработку. Установлены пластиковые окна, установлено отопление, сантехника. Начало монтироваться половое покрытие. Итогом будет завершающий уже потолок и расстановка мебели. Подрядчик для таких работ выбран опытный. Красноярская фирма. Подобные объекты уже делала в Краевом центре и в Норильске. Объект, так скажем, такой интересный тем, что здесь применены нестандартные материалы. То есть получается дизайнерский проект, материалы все эксклюзивные. Много стекла, керамики, индивидуальных каких-то вещей. То есть стараемся выполнить все в сроки качественно. По графику все работы планируют завершить во второй половине ноября. Здесь будет создана структура библиотеки по функциональному назначению. Взрослый абонемент, детский абонемент, творческая мастерская, молодежная IT-студия, культ-холл и гостиная. И уже в начале декабря новая модернизированная библиотека распахнет свои двери для первых посетителей. Вольер к своим любимым хвостикам Лилия всегда старается приходить с угощением. Поэтому для разношерстных питомцев каждое ее появление приносит радость. Жуйте, жуйте. Видите, какое вам счастье. Не планови завтра. Лилия Китаева – администратор группы «Неравнодушный Енисейск». Волонтеры этого неформального сообщества занимаются помощью бездомным животным. Они организуют передержку собак и кошек и стерилизацию и лечение. Спасать четвероногих друзей Лилия начала еще в детстве. А два года назад решила объединить усилия с другими единомышленниками. Ну, вообще, помощь животным – это такая вещь, она сразу, чуть ли не с пеленок. То есть, изначально, еще с детства тащились домой котятки, собачки. Родители были недовольны. То есть, это качество, оно просто, мягко скажем, из одиночных случаев переросло уже в обширную деятельность. А для удобства работы, именно для большей скоординированности была создана группа, чтобы и люди могли помогать, и больше освещенности было этому всему. Сейчас у Лилии на передержке находится около 75 животных. Кроме собак есть и кошки. Они живут в доме у сердобольной девушки. Нуждающиеся в лечении находятся в клетках. Здоровые свободно разгуливают по комнате. Ежедневно хвостатая братья съедяет не менее 10-12 килограмм мясных субпродуктов. Поэтому завтрак, обед и ужин хозяйка им готовит в огромных кастрюлях. У группы «Неравнодушный Енисейск» есть и свои помощники. Кто-то занимается хранением и закупкой корма, кто-то помогает финансово или соглашается организовать у себя платную передержку. Важную роль играет ветеринарное сопровождение. Ведь всех собак и кошек, находящихся на передержке, обязательно стерилизуют. Часто у нас котята выкидывают на произвол судьбы коробками в последнее время. Поэтому людям бы хотелось бы сказать, чтобы стерилизовали своих животных, чтобы не было вот такого вот у нас круговорота, как говорится, воды в природе. Одни подбирают, стерилизуют, другие планят. Участники группы уверены, чтобы завести домашнего питомца и порадовать себя и своих детей, совсем не обязательно покупать дорогое породистое животное. Ведь рядом так много тех, кто нуждается в нашей помощи. Людям хочу дать совет, чтобы не боялись подбирать котят и других животных, щенков с улиц. Потому что такие животные, они благодарнее, чем всякие там породистые. Ну и чтобы не выкидывали. В Красноярском крае начался прием заявок на международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Он пройдет с 19 по 25 ноября. Принять участие могут ученики 5-11 классов. Заявки принимаются до 18 ноября на официальном сайте проекта. Нужно прочитать наизусть фрагмент из прозаического произведения и успешно преодолеть отборы в классном, школьном районах и региональном турах. Финал конкурса пройдет во всероссийском лагере «Артек». А самые талантливые и удачливые выступят на суперфинале на Красной площади в Москве. Краевые аграрии подвели итоги уборки овощных культур. В площади 5,5 тысяч гектаров выкопали 82 тысячи тонн картофеля. Средняя урожайность составила почти 145 центеров с гектара. Также собрали 29 тысяч тонн овощей. Основная часть урожая на территории края производится в хозяйствах населения. На долю сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится около 20%. 10 и 11 ноября в Сосновоборске пройдет городской чемпионат по волейболу среди женских и мужских команд. Побороться за звание лучшего смогут спортсмены от 16 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 7 ноября по электронной почте. Подробности уточняйте по телефону, который сейчас на экране. Узнать о донорстве не из книжек и интернет-страниц, а непосредственно о тех, кто занимается сбором донорской крови. Участниками интересной экскурсии стали учащиеся школа номер 21. Ребята посетили Каннский центр крови, чтобы воочию увидеть все тонкости работы учреждения. Школьникам рассказали о лабораторных исследованиях, процессе сбора компонентов крови и их последующего хранения. Плазма хранится в морозильниках при минусовой температуре минус 30-35. Видите, какая плазма. Мы видели ее в жидком виде, но хранится она в замороженном виде. Несколько раз в год мы проводим мероприятие, такое как День открытых дверей. Мы приглашаем школьников города, студентов медучилища посмотреть и ознакомить их с работой станции переливания крови. Также мы знакомим их с профессией врач. Врач-трансвазиолог, биолог, также с профессией медицинской сестры. Такими мероприятиями мы стараемся показать детям, рассказать о донорстве, как стать донором, что для этого надо знать. И пропагандируем здоровый образ жизни. В рамках мероприятия все желающие могли в любой момент экскурсии задать интересующие их вопросы, чтобы с одной стороны определиться, стать ли самому донором в будущем, с другой пополнить свой багаж знаний. Я узнал новое, что можно прийти только с 18 лет и сдавать кровь своей группы. Потом эта кровь перейдет в какие-то клиники, поможет другим людям. И потом эта кровь может спасти чью-то жизнь. Заметим, что многие ребята, понимая значимость донорства, уже сейчас приняли решение, что как только им исполнится 18 лет, обязательно пойдут сдавать кровь. Для меня это важно, потому что если я кому-то не помогу с группой крови, то может человек просто умереть и все. То есть, как бы, без помощи, получается, будет. Напомню, что подобные мероприятия проходят в Центре крови несколько раз в год. Участие в них принимают и учащиеся профильных классов, в дальнейшем планирующие связать свою судьбу с медициной. В Шарыпово появился клуб спортивно-служебного собаководства. Теперь все желающие смогут заниматься дрессировкой своих питомцев под руководством опытных кинологов и выезжать на соревнования. Подобные клубы успешно работают в Красноярске, Ачинске, Назарово, Новоселово, Лиссосибирске, Каннске и Уяре. Шарыпово филиал открыли по просьбе самих горожан и владельцев собак. В программе обучения животных общий курс дрессировки, защитная караульная служба и общий курс послушания. Дрессировка. Дрессировка общего курса послушания. Это команда сидеть, лежать, стоять. Сидеть, лежать, место, стоять, место с отходом от собаки в любую сторону до 10 метров. Камни, фулатка с откормом, отношение к наморднику, прохождение ряда на поводке спокойно возле ноги. Общий курс дрессировки. Та же послушка, только добавляется работа на расстоянии 15 метров, голосами, жестом сидеть, лежать, стоять. Камни, возврат, апорт, ношение предмета, то есть и снаряды, прохождение определенных барьеров. Клуб собаководства сейчас располагается на базе ДОСААФ. В планах оборудовать современную площадку для занятий, которая будет на пустыре напротив третьего микрорайона. И приступить к полноценной работе по дрессировке собак. Сила, воля и стремление – это лучшее движение! Юные спортсмены дружно выкрикивают девиз своей команды. В поселке Шушенское начались соревнования «Веселые старты». День приняли участие воспитанники детских садов из поселков Шушенское, Личево, Коптерево, Сизой, Казанцево, Суботино и Синеборск. На спортивные состязания малыши приехали с группой поддержки, с родителями. Мама у нас физрук четвертого садика, а мы ходим все в шестой садик. И вот вместе с ребятами нынче у меня выступают двое сыновей. И мы соучаствуем в их жизни, в их детстве, для того, чтобы они были наиболее полноценно выросли, были продуктивными мужчинами в их дальнейшей жизни. Основная цель соревнований – приобщение детей к спорту. Участники состязались в меткости, ловкости, смекалке и быстроте реакции. Группа поддержки и болельщиков в буквальном смысле болели, каждая за свою команду. В нашем районе сегодня проводится мероприятие, которое обязательно сплотит и работников образования детских садов, и детей детских садов. Я представляю команду «Журавушка», детский сад «Журавушка». Команда называется «Журавлята». Я думаю, что победа будет за нами, за всеми. Главное, чтобы у детей была улыбка на лицах, здоровье. И всем здоровье вообще. И преподавателям, и детям. Замечательное мероприятие. Ну, как бы ни накалялись спортивные страсти, среди команд почетное первое место досталось малышам из команды «Улыбка» детского сада номер 5, поселка Шушинская. Второе у юных спортсменов детского сада номер 4, команда «Звездочка». Третье место заняли ребята из коллектива «Спортик» детский сад номер 1.